Ну что ж, Арияру, мои маленькие любители, покушайте. Мы начинаем играть в увлекательную игру, как Рим Гору. С максимальным приоритетом жареное мясо. И его все нужно будет перенести обязательно в контейнер. Давай займитесь, пожалуйста, этим. Я начинаю забывать, что вот эту область тоже нужно будет расчищать, потому что если придут вражины, то будет очень плохо. Давайте по приказам не срезать, а собрать урожай, который у нас есть. У нас тут ни хрена нет, класс. Нам уже, в принципе, надо начинать камни обработку, было бы уже неплохо. Для этого нам нужно кузнечное дело, в принципе. Хотя мы можем сделать из гранита, но у него, по-моему, скорость работы дебильная. Скорость работы 100%, нет. Гранитное мы можем сделать, для этого нам нужно камни обработку из гранита. Хотя бы поставите банальную здесь. Где-то здесь вот это поставим. Так, единичка. Как так? Надо посмотреть у нас по персонам, кто у нас лучше всего в общении. Единичка лучше всего общается, но все равно хуево. Ну ладно, иди вы получите торговаться. Мы ничего не можем ни продать, ни купить. Продал им немножечко кожи, но это все равно не горячо, не холодно нам от этого. Посмотрите, свинки тут у нас еду подъедают. Неплохо. Они травушку нашу подъедают, которую мы не используем. Уже хорошо. Давайте вот эту штуку отменим. И надо, чтобы пельмей сейчас сначала перелететь и занялся камнеобработкой, а уже потом всем остальным. У нас есть камнеобработка, делаем любые каменные блоки до х, до тысячи штук хотя бы. Пока что нам этого хватит. Топленная выклета в любом случае нам окупится, поэтому давайте ее построим. Стали потратим дофига, которой у нас и так нету здесь. О, конвенционка уже завершена, в принципе. То есть это значит, что мы можем строить конвекционную энергию, а именно генераторы. Но для генераторов нам нужна сталь, которой у нас, к сожалению, нет. У нас есть здесь вот обломки кораблей, которые мы можем разобрать. Уже пельмешка наша. Ушел заниматься разборкой кораблей для получения нашей сталь. Неплохо. Давайте посмотрим. Так, по проектам у нас. И сделаем сейчас задачу выкопать вот эту вот часть. Пока без углов. Просто по минимуму мы сейчас постараемся все выкопать. Для того, чтобы поставить холодильник сюда и вообще забыть, что у нас были проблемы с едой. Крушение капсулы. Не раз ты сюда пришел, давай иди сюда. Будем с тобой вместе. Давай, давай. О, тут есть колонист. По здоровью. Ты вообще изи. По персоне, ты кто? Какая разница, кто? Ты вообще не идеальный? Растеневод и животновод. Берем. Просто за глаза берем дробовик. Охуеть дробовик. Патронов, правда, для него нет? Ну, что ж поделать? Так. Короче, пельмень. Ничего не знаю. Бля, у нас места нет для него. Тогда давай для него сделаем здесь спецместо. А также сделаем здесь вот такую штуку. Пельмень. Бегом. Топа, где у тебя дробовик-то твой? Это твой дробовик, а ты его пролебал. А вот почему вы там не был. Мед кровать, да? Спасай его. Пока спасай, потом мы его захватим. Давай ты не будешь подбирать, давай ты сейчас сделаешь все у нас, а потом будешь заниматься остальными делами. Не, если не захочет нам по-хорошему присоединяться, мы его просто захватим. Что у нас есть? Давайте ему построим нормальную кровать. Главное, чтобы он сейчас всю нашу еду не съел. Пельмень, давай построю кровать. Было бы замечательно ему. Лиса тут велку закрыл, прикольно. Так же давайте вот этот вот стул переставим вот сюда. И да, у нас снова опять заканчивается. Печально, печально, печально. Но выращивать мы сейчас в любом случае ничего не можем, поэтому снова надо пойти охотиться. Кондейный мы успешно исследовали. Ладно. Это очень замечательно. Это поможет нам немножечко разгрузить нашу двоечку. И сейчас заняться непосредственно холодильником. Так, ты из стали бочку делаешь? Ты что, ебанутый? Давай построим сейчас бочку из досок. И сложим туда все ядра, потому что нахуй они тут лежат. Ты уже выздоровел, чувак. Ты что тут лечишь? Пусть с тобой давайте захватим. Тихо-тихо-тихо, не стреляй. Можешь его вылечить, пожалуйста. А как пленника мы будем его ослаблять сопротивление. Всего 12. Постараемся что-нибудь сделать. А так же склад нужно увеличить в размерах. Потому что вещей на нем становится все меньше и меньше. Так, налет это плохо. Противник идет временно подготовка. Он идет на стурм. Давай пельмешка и... Единичка. Давайте вы будете стрелять без скидки. Ты на кого охотишься-то? Пошел нам свиней наших охотиться еще, пидорасины. Иди сюда. Ой, блядь, долбоеба. Чем тебе хряк помешал? Объясни мне, пожалуйста. Жил-хряк, не тужил, никого не трогал. Взял, ты его взял, долбить начал. Не долбоеба. Еще кто по персоне у нас? Кулинар охуенный. Попробую вас дробаша ебаной. В принципе, ничего такого. Не разорвано у него все это лечится. Главное, чтобы инфекция сейчас не было. Да, я уверен, что я хочу, чтобы эта кровать была для заключенных. Захватываю. Пельмени, сделай так, чтобы вот эти кровати были не здесь. Жалуюсь-то. Когда ты окочуешься через... Сейчас, да? Хуяна. Ты вылечить ее не успела, это не твоя вина. Всякое случается же дерьмо в жизни. У нас есть кожа, давайте построим здесь еще одну кровать. Пельмешка сейчас у нас займется. Постройка. В любом случае, сейчас нужно хотя бы выдавать место под холодильник. Потому что особой необходимости в холодильнике, прямо в холодильнике сейчас нет. Так, пельмени, так я все понимаю, но сейчас нам нужно пойти охотиться, потому что осталось одно блюдо. У нас тут есть буффало, на которых мы можем сейчас согреть. Один буффало мстит, давай отбегай. Единичка, иди сюда. Сейчас вдвоем должны его уработать. Надеюсь на это. Блять, вообще неудобное место для стрельбы. Давайте вот здесь попробуйте выстрелить. Замечательно, мы его работали, давайте добивайте. Посмотрим по остальным. Так. Смерть через 2 часа, смерть через 2 часа. Осталось 2 буффало всего? Воня, 3 буффало, у тебя смерть через 5 часов. Хорошо. Я за вами пока послежу. А вы, колонисты, занимаетесь своими делами. Тинья беременна, охуенно. Вот у нас и еда получилась. С буффало очень много мяса падает, что очень даже замечательное. Начальный тепловой удар в любом случае нам придется ставить, наверное, испарительный охладитель здесь. Блин, животное грипп. Ну, блять, что я теперь сделаю? Ну, сдохнуто. Тут сейчас температура 41 все равно. Одного испарителя не хватает, кардинально не хватает. Еще один человек забрел. Персоник, кто ты у нас? Охуенное общение. Охуенный милишник. Но ты не можешь ничего другого, поэтому без вариантов, чувак. С 11 до 10 неплохо. Скоро мы его завербуем, будет замечательно. Будет у нас охуенный садовод. Также нам позволит немножко разгрузить нашего... Нашу единичку, это же девушка. Нашу единичку. Соответственно, мы сможем заниматься уже непосредственно ремеслом. Начать тесать камни и прочее. А, хотя 36 градусов. Посмотрите, испарительный охладитель поднемножку, но справляется. У нас, наших колонистов, переносимость сколько? Сейчас надо посмотреть. До 32 градусов, они чувствуются адекватно. До 38 уже. Ну че ж теперь? А с каких пор у нас пельмени стал их отцом, а они обе сестры. Допустим. А ты даже гриб хоряков лечишь руками, и причем иммунитет у них вырабатывается быстрее. Нихуя ты, конечно. Зверь просто. А сейчас нужно контейнер сделать обязательно в порядке. Что-то необходимое для щебня, потому что щебня реально будет дохуя. Я вот что по себе знаю, я потому что играл уже в Харнкор Эскан. Чисто для ознакомления, чтобы не выглядеть в ваших глазах полным нубом. И щебня реально получается дохуя. То есть где-то... И она практически никуда не уходит, на самом деле. Я мразур... Что там мразура? Громозажигательная СВУ, да, нам придется дохуя изучить на самом деле, но... Что поделать? Мразуры нам нужны. Еще один комар, два гебанули что ли? Хорош, заебали, сжать мое мясо. Это мое мясо, комары, блядь. Вы не съедите целый стейк, вы что, ебанули что ли? Комар? Еще один комар. А, у нас тут открыто, вот они залетают. Вот пидор. Думей, давай. С кемпор ты в шахтеры записался, все-все даже нет обозначения, что ты шахтер, братан. А, ты, блядь. Лом гранита, тебе же, да, это надо. Как-нибудь попытаться рыбачить вот здесь вот, на мелководье. Построить небольшой перси и рыбачить здесь. Им чудно вот, максимально чудным образом это сделать, братцы. Аллилуйя! Мы приручили его. Вот фермер и садовод ты у нас. А пока не можешь, фермер и упорщик замечательный. Надо бы тебе топор сделать. Для топора нужна печка. Конечно же, из гранита. А тебе кровать, наверное, херс, забыл. Давай вот это вот и будет твоя кровать. Раз ты здесь так много времени провел, живи теперь там. Надо бы тебе топор сделать. Сейчас мы тебе сделаем, не переживай, топор. Топор, все на свете. У нас одно блюдо, всего осталось, блядь, ребята. Кровь из носу, пойдемте охотиться. Елки, крысы, зубы, тигр. Минус траус, забивай. И вот альпака. Идемте сначала к альпаке. Я не хочу пока пельмени патроны тратить, потому что они его... Его патроны дороже бы уходят по какой-то причине. Что? Ребят, вот кровь из носу. Безопасность, бежим все. Все забиваем, все нахуй. Мне кажется, она сейчас двоечку прибьет, потому что она уже здесь. Есть сюда, быстро. Бегом сюда. А. В принципе, нахрякал. Забиваю. А это, ну, блядь, как придется. Беет его спасти, не успеет. Глава с небним. Безопасность. Безопасность.